Это настоящий живой мох, но в стабилизированном состоянии. Это мох-ягель, произрастает у нас в лесах. В частности, этот вид из республики Мариэл. Панно из природного мха создает дизайнер Динара Климцева. Почти год занимается интерьерным озеленением и стабилизированным мха и мастерит фитокартины и эко-декоры. Когда мох приходит ко мне, он идет в сухом состоянии, белого цвета. Затем идет очистка от лесного мусора, потому что он растет на земле, чаще всего под елями. Мы очищаем его. И дальше идет самое интересное, это процесс стабилизации. Это очень трудоемкий процесс, сложный, но в то же время очень интересный. В процессе стабилизации мы заменяем живительную влагу мха на специальный стабилизирующий раствор, который позволяет сохранить свою свежесть 8-10 лет. В процессе стабилизации в мох добавляются гипоаллергенные красители, колеры, которые дают цвет. Из мха можно создавать панно любой сложности, формы и цветовой гаммы. В тренде – эко-логотипы. Это просто моя отдельная любовь. Это улитка, логотип. Мох – достаточно податливый материал. Его можно, во-первых, и на любую поверхность сделать, и любую конструкцию соорудить. Создавать из мха можно объемные элементы декора для украшения интерьера. Самое главное, чтобы изделие находилось вдали от батарей и прямых солнечных лучей. С Новым годом мы делали вот такие замечательные елочки стабилизированные мха и украшали уже новогодними аксессуарами. Также мы делали рождественные свиньки, тоже стабилизированные мха, и были шаги еще новогодние, тоже мохнатые. Такая елочка простоит дома минимум лет 8-10. В дизайне нашей студии решили использовать именно такой элемент, потому что это очень яркое фитно, привлекающее внимание, освежает. В целом, нашу обстановку очень нравится нашим клиентам, обращают на него внимание. В Нижнем Тагиле это направление в оформлении помещений только набирает обороты, говорит Динара Клинцева. Но те, кто уже познакомились с таким экодизайном интерьера, остаются его поклонниками.